Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале. Ну что ж, сегодня мы посмотрим, какие сумки носят в Италии, какие сумки нам предлагают производители, что можно считать модным и что можно считать популярным. Потому что все-таки то, что нам предлагают купить, не всегда становится популярным у тех, кто в итоге это должен покупать и в итоге покупает. И в целом это видео будет подтверждением того, что в Италии абсолютно любые сумки в моде их носят, любят. Единственное, что если говорить о предпочтениях итальянок, они все-таки любят сумки достаточно вместительные, которые можно носить на плече. Это могут быть самые разные сумки, как так называемые шопперы, выполненные из текстиля, так и шопперы выполненные из кожи, либо сумки достаточно большие, которые их напоминают. Также очень популярны сумки, которые до сих пор мы носим как кроссбодибэк. При этом, если раньше самыми популярными были сумки с металлическими цепочками, то сейчас можно говорить, что сумки все-таки на тонком кожаном ремешке более популярны. Кстати, очень часто к модели, которая предназначена для того, чтобы носить ее в руках и таким образом выглядит, предлагается также ремешок. Он может быть кожаным, может быть текстильным и очень часто предлагается два вида таких ремней, как кожаный, так и текстильный. Например, такую сумку выпустила марка Gucci. И в определенной выделке кожи модель, которая носится в руке, прекрасно смотрится в руке, выглядит очень миниатюрно, очень изящно. Также датирована двумя ремешками, тонким кожаным и также текстильным. Текстильные ремни в Италии очень популярны, их можно купить отдельно и очень многие марки их производят, предлагают и практически любая марка, которая предлагает сумку с текстильным съемным ремешком, предлагает также и возможность потом подобные ремни докупить. Белые сумки в этом сезоне очень популярны, также как и вообще черно-белая гамма, если говорить о сумках, практически любые модели представлены в черно-белой гамме в том числе. Коричневый цвет в этом сезоне представлен достаточно широко, цвет меда, цвет карамели, так называемый коричневый уходящий в ржану. Это универсальный цвет и он давно не был представлен, в этом сезоне он является трендовым, потому что очень много сумок и новых моделей, прежде всего у люксовых марок представлены именно в таком цвете. Мы сейчас находимся в разгаре весеннего сезона, впереди лето и традиционно в Италии предлагается большое количество сумок из так называемого летнего материала. Это рафия, это соломка и это также текстильные сумки, они прекрасно смотрятся. Прелестью таких сумок является также то, что их можно купить за небольшие деньги и даже в люксовых марках, которые специализируются на сумках из кожи и которые стоят от 2000 евро. Подобные соломенные варианты можно найти как минимум в два раза дешевле. Яркие цвета сумок представлены тоже абсолютно у всех марок. Очень показательным в этом является марка Furla. Мне было очень приятно, что мне разрешили снимать внутри, потому что Furla это итальянская марка и на самом деле такого разнообразия я не встречала нигде, даже в люксовых брендах. Сумки марки Furla очень разнообразны действительно на любой вкус, на любой кошелек и могу сказать, что меня удивило большое количество сумок ведерок. И потом я вспомнила, что например Max Mara и также очень многие другие бренды предлагают все-таки сумку ведерка, которая не так популярна у модниц, но достаточно широко представлена, если говорить об ассортименте магазинов, где представлены прежде всего сумки. Вот такие варианты Исконная моя любовь. Это маленькие сумочки на цепочке, которые можно носить в том числе как клатч. Еще раз повторюсь, что все соломенные вариации сумок, кстати мини-сумки, микросумки до сих пор популярны. У модниц в руках их можно заметить достаточно редко, но в магазинах они тоже представлены широко. Повторюсь, сегодняшний сезон сумочный, он абсолютно лоялен, потому что на самом деле можно найти, купить абсолютно любую форму сумки. Но если говорить об Италии, то повторюсь, сумки на плече достаточно вместительные, которые все-таки напоминают шоппер, а также маленькие сумки примерно вот такого размера на цепочке, либо на ремешке. Это самая популярная модель сумок. Многие бренды предлагают вот таким образом купить сразу две сумки, маленькую и побольше. Могу сказать, что итальянки часто носят две сумки, но я в целом при всей моей внимательности ни разу не видела, чтобы это были подобные комплекты. Как правило, маленькая сумка, это сумка кроссбодибэк на цепочке, которая скорее напоминает большой кошелек, плюс сместительная сумка шоппер, часто выполненная из холщовой ткани. Это самая популярная вариация на тему двух сумок. Очень мне понравились эти сумки-ведерки. На самом деле, каждый раз, когда беру сумку-ведерка в руки, я понимаю, что это очень красиво, это очень удобно. И вот такой вариант абсолютно, на мой взгляд, универсальный. Мне показался более интересным, чем черный. Я хотела вам показать. И повторюсь, сумки-ведерки представлены во всех брендах, и они достаточно популярны, если говорить о производителях. Вот такие холщовые сумки стали популярны, безусловно, благодаря марке Christian Dior. И очень многие выпустили свои вариации на эту тему. Эти сумки действительно хорошо вписываются в любой гардероб, в особенности в летний, и являются тем вариантом, о котором я часто говорю, за небольшие деньги. Можно даже не летний гардероб превратить в летний при помощи сумок из соломки, сумок из рафии, и также холщовых вариантов. Вот такие классические модели, очень популярны в Италии. Повторюсь, их можно носить на плече. Они удобны, эти сумки вместительны, и их можно часто встретить на плече у итальянки-модницы. Те, кто предпочитают носить сумки в руках, как правило, выбирают сумки с небольшими ручками, и сумки в Италии, как правило, жесткие. Одна моя зрительница заметила, что мягких сумок практически нет, и попросила меня сделать обзор мягких сумок разного размера. Я могу сказать, что это оказалось сложно выполнимая задача, потому что мягкие сумки в Италии не встречаются, если говорить об ассортименте, и практически не встречаются в руках, на плечах у модниц. Сумки с синей гаммы, это от серого пасмурного неба до насыщенного синего, я считаю, универсальным цветом. И обратите, пожалуйста, на них внимание, кстати, эти сумки действительно сложно встретить в продаже, но я увидела их, например, в марке Твинцет, также в марке Пинко, и также в марке Фурла. Сумки цвета Фуксия, цвет Фуксия, это цвет сезона, все-таки достаточно редко встречаются, если говорить о стрит-стайле, но посмотрите, все-таки их можно найти. Такие сумки, поскольку у меня есть у самой сумка подобного цвета, тоже очень легко вписываются в любой гардероб и смотрятся не так ярко, как, допустим, сумка красного цвета. И вот она, моя любимая гамма синих сумок, она представлена, повторюсь, в Фурле достаточно широко. Как мы видим, на самом деле в этом сезоне любая, кто захочет купить себе новую сумку, найдет сумку того цвета, который ей представляется самым лучшим, универсальным и красивым, и то же самое можно говорить и о форме сумки. Признаться, я тоже нахожусь в поиске своей сумки, которая была бы мне удобна прежде всего на съемках, она была бы достаточно вместительной, не очень большой и легкой. И могу сказать, что подобную сумку я уже выбрала. Сейчас я сомневаюсь и выбираю между двумя цветами. Это достаточно приглушенный белый цвет мела, либо синий, который я традиционно всем рекомендую. На самом деле белый и синий цвета, также цвета ягодной гаммы, я считаю цветами необычными, потому что это, как правило, цвета, которые ассоциируются с летним гардеробом, но теперь мы можем носить подобные сумки подобных цветов круглогодично. Это смотрится приемлемо и красиво. Новшеством этого сезона, возможно, зарождающейся сумочной тенденцией является вот такая широкая пряжка на блестящей пластине. Подобную пластину я заметила у очень многих марок, и, возможно, это не что иное, как зарождающийся тренд, который наберет свою популярность в следующем сезоне. Что называется, посмотрим, посмотрим. Ну что ж, мои прекрасные зрительницы, прекрасные модницы, как вы видите, в этом сезоне в Италии сумки представлены абсолютно любого цвета, и любую модель вы сможете без труда найти. В принципе, это означает, что если ваши сумки в хорошем состоянии, и вы не собираетесь покупать себе ничего нового просто потому, что вам это за ненадобностью, то ваша сумка, купленная 2, 3, 5 лет тому назад, а то и 10, будет смотреться по-прежнему актуально. Желаю всем хорошего настроения, прекрасного дня, на этом с вами прощаюсь, это была Яна Скворцова, всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok